В 370-летию пожарной охраны России на базе медицинского колледжа города Махачкалы прошли методические занятия и тренировка. Специалисты МЧС рассказали и даже показали, как вести себя при землетрясении и пожаре. Как не рассеряться в чрезвычайной ситуации и по возможности помочь ближнему, расскажет Патьмат Ханапова. Как вести себя при землетрясении, пожаре и ДТП. На этот раз специалисты МЧС рассказывают и показывают студентам медицинского колледжа. Учили их не только помогать себе, но и, как принято врачам, не оставлять без внимания других. Моя убедительная просьба к вам, как к коллегам, если есть маленькие дети, кто берет маленького братья, кто берет сестренку, как быстро, кто за кого отвечает, быстро одевается, в одном месте ставится паспорта. Если это зимой находится, берете теплые вещи. Вот эти тренировки надо проводить и дома, и на работе, и на учебе. Тогда можно сказать, что вы полностью обезопасили себя и только воля случая может вам повредить даже при таких крупных катастрофах и землетрясениях, которые возможны на территории республики. После обучающей лекции специалиста студентам наглядно показали, как пользоваться аварийно-спасательной техникой. Будь то чрезвычайная ситуация, как природного, так и техногенного характера. Это абсолютно безопасный способ эвакуации сверху. То есть, если на первом этаже идет уже пожар, разрушена лестница, спасатели достают сверху этажа именно вот этим способом. Ну а затем эксперты перешли к показу боевых машин и снаряжений. Так студенты-медики смогли ознакомиться с силами и средствами, которыми располагают спасатели и пожарные для оказания первой помощи людям. В медицинском колледже также имеется команда спасателей и любителей, которые обучались специально, получили удостоверение и знаки, имеют лицензию для оказания спасательных операций, проведения спасательных операций на международном уровне, на уровне под егидой ООН. И сегодняшнее мероприятие нам еще раз наглядно уже предметно на практике показало, как необходимо работать. Это очень важно. Подводя итоги, на учениях был отработан маршрут эвакуации людей из здания, проведены спасательные работы, определены схемы подачи средств для тужения пожара и отработано взаимодействие со службами жизнеобеспечения города. Патимат Ханапова, Даут Гасанов, телеканал ННТ, новости 24, Махачкала.